Итальянский язык, с итальянского начинаем романский, менее всего отъехал от латыни, ну как менее всего, по сравнению с французским там и с некоторыми другими романскими. Начали называть его итальянским в 16 веке, назывался он обычно vulgari, то есть народный язык, как бы латынь нормальная, а это язык народный. Итало-романская подгруппа романских языков, но вот часто считают диалектами итальянского, северо-итальянские языки, которые фактически переходны между итало-романскими и гало-романскими, то есть переходны к французскому. Много владеет официальный язык Италии, естественно, в Швейцарии, в кантонах итальянских, Сан-Марина и прочие всякие мелочи. Огромная диаспора по всей земле, в том числе около 15 миллионов США. Диаспора в основном двуязычная, многие перешли уже на те страны, в которые переехали, но в целом важен для диаспоры. В общем, оценивают где-то 70 миллионов человек, число говорящих. Великая культура, вне сомнения, создана на итальянском языке. Но международного он не имеет применения, в основном именно в Италии, то, что связано с итальянской культурой. Государственный язык Италии, Ватикана, как уже говорил, в качестве государственного языка, естественно, преподается в школах, телевидении и всё такое. Диаспора в основном двуязычная, молодёжь переходит на язык страны, в которой живут. Кое-где есть смешанные испано-итальянские, они вообще же испано-итальянские похожи, то есть там может быть суржик легко. Есть смешанные испано-итальянские формы, кое-где пиджины есть. Но в общем-то в целом это не характерно, вот в связи с ситуацией, о которой я расскажу, то есть в целом-то они стандартные, итальянские поддерживаются. В связи с тем, что вообще, как бы стандартный итальянский, это язык заведомо книжный и заведомо стандартный. Он стал общенациональным языком после объединения Италии, то есть в 1860-е годы, совсем недавно. И когда он стал национальным языком, они его практически и не знали. В настоящее время они его в целом узнали в основном через печать, телевидение, радио, то есть они его выучили. В результате получилась довольно сложная система, примерно из четырех уровней. То есть вот двухуровневая система язык и диалект, которая больше так для Германии характерна, в Италии еще сложнее. То есть есть, во-первых, первое, то, что называется диалектом, хотя на самом деле это и есть местный романский язык нормальный, по типу венецианского или неаполитанского. Они его знают. Второе, это итальянизированный диалект, то есть это тот же неаполитанский, в который порядочно из стандарта уже слов вставляется. Третье, это региональный вариант итальянского. Вот на этом в основном говорят, когда устно общаются. То есть региональный вариант это, в принципе, стандартный язык, который имеет определенные, допустим, особенности, допустим, южно-региональный вариант итальянского. Эти особенности объясняются именно тем, что изначальный язык неаполитанский. И вот он влияет, собственно, на то, как они употребляют итальянский. И четвертое, собственно, литературный письменный стандарт. Вот все четыре языка они применяют в зависимости от ситуации. То есть ненормально на стандартном языке, допустим, говорить в ситуации бытового общения. Это значит, что человек умничает. Это, не знаю, как это выглядело бы по-русски. Но выговаривает все буквы тщательно. Вот как-нибудь вот так. В общем, вот эти четыре формы, они в голове, как правило, у всех носителей есть. И они переходят на них в зависимости от ситуации конкретной. А вот стандартный итальянский, соответственно, поскольку он, допустим, на телевидении, он задает сразу ситуацию формального общения. Несмотря на то, что он такой стандартный книжный, в нем довольно сильное варьирование даже в самом языке. То есть куча всяких вариантов. Ну, это в целом для итальянской культуры характерна такая определенная, как бы сказать, безалаберность по сравнению с немецкой. То, что в языке тоже бардак порядочный, как и положено в Италии. Латинский алфавит используют довольно он фонетический, потому что они сразу его делали под язык. Используются деграфы. Используют там диакритика, но она в основном для гласных. То есть, в принципе, он легкий, и он даже при переносе его в ситуацию, когда нельзя использовать деграфы в интернете, допустим, он все равно ничего практически не теряет и остается. То есть с орфографией там все вообще предельно понятно. Периодизация языка. Ну, вот первый период считается 10-13 века, когда на местных романских языках начинают появляться памятники по типу свидетельских показаний, документы, религиозная поэзия. Но это все довольно рано, то есть в целом-то они грамотны. По сравнению с Европой остальной, в целом в Италии уже в 10 веке значительные есть тексты на местном языке. При том, что там все равно латынь воспринимался как нормальный язык, а местный язык воспринимался как извращение латыни длительно. Это все очень, так сказать, хорошо, но поскольку регион культурный, Рим все-таки все такое. Художественная литература на местных романских языках 12-13 век формируется, естественно, на разных. Сразу были они разные, северные, южные и так далее. Все все равно назывались вольгары, потому что не латынь. Собственно, что казало радикальное влияние на формирование стандарта, это как раз вот Траченто, то есть где-то конец 13-го и 14-й век, когда работали Олегьери Данте, Ранческо Петрарко и Джованни Бокаччо. Вот эти три товарища создали стандарты. В основном они были из Флоренции, то есть стандарт флорентийский. То, что сейчас считается итальянским языком, это флорентийский язык 14-го века. На самом деле, остальные языки, на самом деле, то, что считают итальянскими диалектами, это десятки других романских языков, которые все искусственно объединили, и всех носителей заставили выучить тосканский диалект, тосканский язык. Ну вот, собственно, 14-й век, то, что реально пишут Данте, Олегьери, Петрарко и Джованни Бокаччо, называется старо-итальянским литературным языком, от которого, впрочем, современный итальянский практически никуда и не ушел. Дальше все это продолжает развиваться, то есть вот этот стандарт в 16-м веке уже начинают спорить по поводу общей итальянского какого-то стандарта, спора языке у них был так называемый. Три варианта было при этом. Во-первых, использовать живой и реальный диалект Тоскана, который на 16-й век существовал, который уже отличался от того, что было в 14-м веке. Второй вариант использовать язык папской курии, то есть фактически римский язык. И третий вариант был просто архаизировать и придерживаться той нормы, которая была у Данте, Петрарко и Бокаччо 14-го века. И третий вариант победил у итальянцев. То есть у них длительное время общий язык поддерживали книжные крысы, которые выучили язык у Данте. То есть они поддерживали просто все нормы 14-го века, не обращая внимания на то, что происходит в реальных языках, которые были многочисленные. То есть повторилась та же ситуация, которая была в эпоху средних веков, когда нормальный язык считался латынь, а все прочее считалось отклонениями от латыни. В принципе они то же самое восстановили, только теперь нормальный язык это флорентийский и все прочее отклонения от нормального языка. Но она для них была привычной. То есть они и ранее тоже считали, что один романский язык, а именно латынь правильный, а другие романские языки все неправильные. Ну вот они к тому же и пришли. После 16-го века практически не менялся язык и все остальное называлось диалектами. Только сейчас вот в связи с общим вот этим возрождением лингвистическим стали считать отдельными романскими и то продолжают спорить это диалекты или это отдельные языки, хотя они вполне очевидны отдельные языки. Отличия между староитальянским и современным незначительные, в основном касаются вариантов различных, которых больше в староитальянском. Ну и там определенный артикль, как правило, ло в староитальянском был. Чуть больше чередования основ глаголы, но в целом незначительные отличия. Естественно, всякий, кто выучил стандарт итальянский, легко понимает Данте, Петрарку и так далее. Даже легче, чем когда несут носители на смеси итальянского и неополитанского, даже легче понимаешь, конечно, Данте. А с 17 века все на самом деле у них было хуже, они язык не за счет диалектов развивали, а за счет латыни. Это типа, ну именно потому, что он функционировал в среде книжных крыс, им проще было с латыни, они все латыни знали. Тем более там, сейчас чуть позже расскажу, какие соответствия, соответствия это незначительные, то есть легко из латыни взять слово, немножко поменяв, адаптировав под итальянскую фонетику и пользоваться. В 18 веке, даже в конце где-то 18 века начались дискуссии, а не начнем ли мы вставлять слова из того языка, который реально употребляется. Но они вот именно дискуссионные носили, то есть характер. Некоторые считали, что надо бы, некоторые не надо бы, и пока они это все обсуждали, язык они по-прежнему не меняли. Параллельно работали люди и на реальных языках, потому что вот этого языка книжном простые люди не понимали. То есть были поэты и работали на римском языке, на миланском, гальдони, на венецианском сколько угодно писал и так далее. Это когда перейду к романским языкам Италии, тогда попробую что-то описать. Ну, в общем-то, на том все и остановилось. Когда пошла Первая мировая война, всех мобилизовали в армию, вот тогда в армии они начали уже учить итальянский, потому что они друг друга вообще не понимали. Реальные языки очень сильно отличаются. Никакими диалектами, безусловно, это не является, они даже между собой непонятны. Ну, потом началась у них Вторая мировая, миграция, телевидение, и вот сейчас, наконец-то, они все овладели литературным языком. То есть, где-то так, с середины 20 века итальянцы выучили итальянский. Ну, и одновременно пошла вот эта тенденция в лингвистике изучения народного языка, и частично пошла реабилитация диалектов. То есть, начали на этих романских языках создавать тоже определенные традиции, начали понимать, что это вроде бы отдельные языки, они испорчены итальянские и так далее. И вот в такой ситуации сейчас это все и пребывает. Довольно сложные, в общем-то. Что касается гласных. Вот они, переходы из латыни, я лучше даже не табличку эту, а переходы покажу, как они сформировались. В основном, как уже в обзоре по романским давал, основные процессы связаны с тем, что долгие и краткие перестали различаться, но у них получилось хорошо. То есть, краткое перешло в открытое, а долгое в и закрытое. Ну, вот результаты сейчас противопоставлены, и открытое, и закрытое, и открытое, и открытое, и закрытое, потому что они из разных гласных латинских происходят. Дифтонгизация незначительная. Вот тут два дифтонга по сравнению с тем, что творится в большинстве романских. Полный бардак с этим дифтонгизацией. Тут два дифтонга образовалось, и это сравнительно мало. В результате фонетика латинская не сильно исказилась в этом плане. И в целом, также отмечаю, что в безударных слогах, в итальянском лучше, чем во всех романских, все сохранилось. То есть, вот это отпадение всяческих заударных, безударных, искажений вне гласных и все прочие процессы, которые характерны и достигают во французском полного идиотизма, в итальянском не присутствует. Они продолжают четко говорить весь конец слова, что, собственно, позволяет легко из латыни таскать слова, потому что нормально произносят все слова до конца. Вот это переходы согласных, в основном связанные с образованием мягких, то есть Ка и Га перед И и Э смягчаются. Но, как и в польском, они смягчаются с образованием Африка, то есть Ча и Джа. А вот Ла, На, они нормальные, мягкие, Ля, Ня, и так образуют, похожие на наши мягкие. Та переходит при смягчении в Ца. И, в общем, и все. Почему-то Ка два раза написали, ладно. Ка в Ча переходит, это понятно. Также некоторые группы гласных упрощаются, но не сильно. Это, в принципе, прощение, но по сравнению с тем, что в других языках тоже не сильно. Ну, вот и озвончениями интервокальных, там, и вот это Ла переходит в Як, Ямары. В целом, это небольшие изменения, в основном, легко объяснимы тем, что упрощаются сложные группы согласных и смягчаются перед некоторыми звуками. Вот. И тоже картинку общую я не рисую, потому что она понятна, что, в принципе, латинская же фонетика, в которой возникли также Африкаты и Мягкие. Ударение может падать на любой слог, но в основном на второй слог от конца. В безударном положении, ну, как правило, редукции особенной нету. Определённые изменения там наступают, в безударных, но они не влияют у них существенно на качество гласного. То есть, чётко всё произносится. Как правило, слова кончаются все на гласный, 95% слов кончаются на гласный. Ну, в результате такая красивая фонетика, в которой много гласных, нет сложных сочетаний согласных. Она и латынь-то была достаточно красивой, итальянский. В принципе, наряду с испанским, один из самых красивых языков, безусловно, Европы получился. Из-за того, что много сонорных, много гласных и так далее. Фон, пожалуй, я в сочетании не буду, это всё уже сложности. Есть у них чередования, как позиционные, так и непозиционные. Пожалуй, тоже эта теория такая, не совсем относящаяся к делу. Категория рода, род мужской и женский. И вот эта известная схемка, вот я её рисую, лёгкая. То есть, мужской род кончается в единственном числе на О, во множественном числе на И. Женский род кончается в единственном числе на А и во множественном на Э. Но на самом деле эта схемка хотя простая, и часто её даже в пиджины, вот когда на базе романских делают искусственные языки, пиджины на самом деле, то есть это упрощённые романские, они часто вот эту схемку тащат, потому что она простая, понятная, да, четырегласные, четыре значения у них. На самом деле в реальном итальянском сплошь и рядом всё не так. Может кончаться слово на согласный, может кончаться на ударный, может быть окончание Э и для в мужском роде, и в женском роде, то есть может быть окончание Э, допустим, в значении единственного числа, и так далее, и тому подобное. Могут быть слова на мужского рода и всё такое прочее. То есть вот эта общая схемка, она простая и лёгкая, сразу её запоминают, но она не всегда, конечно, в реальном языке работает. Определяется род, естественно, по артиклю также, вот они артикли тоже лёгкие, и быстро их сразу учат, обычно на первом же уроке итальянского. И, естественно, прилагательные сочетаются по родам тоже, и окончание рода приобретают при сочетании. Падежей нет, падежи выражаются предлогами все. В связи с этим большое значение имеют предлоги, нужно их как бы выучить и осмыслить хорошо то, что у них там существенно есть отличие от обычных схем романских, то есть от испанских. Вот там да, ди, разные немножко предлоги, которые всё, безусловно, надо освоить. Активный пассивный залог противопоставлен. Пассивный залог знают, любят, употребляют. В разговорной речи тоже пассивная конструкция много в итальянском. Категории вида нет, аспект передаётся через синтаксические сочетания, которых как раз много всяких. Старые, стоп, орландо и так далее. Много синтаксических сочетаний, которые передаёт фактический вид. Ну и также временами, которые комбинированно передаёт и вид, и время. Четыре наглонения, как во всех романских. Также формы индикатива могут в модальном значении употребляться. Пять времён индикатива, которые, в принципе, реализуют основные различия во времени и в виде настоящее время. Сложный перфект обозначает действия в прошлом, связанные с настоящим моментом. Это как раз вот как у нас в наших диалектах на вши. То есть, non e ancora arrivato. Он ещё не приехал, а либо у нас в диалектах сказали, он не приехавший. То есть, это действие в прошлом, которое влияет на настоящее, или его результат налицо и так далее. Кроме этого, есть простой перфект, законченное действие в прошлом. В целом напоминает совершенный вид как раз нас. То есть, не надо путать. Вот сложный перфект, это другое значение. И это несовершенный вид в русском, как иногда нет путают, тупо переводят. Имперфект это несовершенный вид, то есть, процесс действия как процесс в прошлом. И будущее у них одно. То есть, будущее настоящее одно и прошедших времён три. Это стандартная система романских, которая восходит к латыни. И вот именно в этой логике они мир, в общем, и видят. Так, артикль был, да, есть категория определённости и неопределённости. То есть, есть неопределённый, определённый артикль. Вот он определённый был. И неопределённый, как обычно, от ума, от единицы. Предлоги образуют с артиклем слитные формы, что является характерной особенностью итальянского. Вот там, вот сколько, вот они слитные формы, всё это, в общем, интересно. Сколько, это основные предлоги, сколько артиклей, столько слитных форм. И так было ещё у Данте. То есть, вот эти конструкции надо выучить, и они, ну, в принципе, они лёгкие, красивые, и такой слитный поток речи образуют. В принципе, это те же санды, и только вот такой вид они приняли в романских. Парадигма. Язык синтетически-аналитический, то есть, имеет как форму, которая с помощью окончания образуется, так и форму, которая с помощью воспомогательных слов. Ну, в общем, характерно, вот даже хинди, сейчас вот смотрю, тоже вот на базе санскрита, то есть, языка в основном синтетического, развился такой синтетически-аналитический. Есть окончания, а есть и сочетания. Вот четыре группы, собственно, окончаний. Это самое сложное в итальянском. Вот это вот надо выучить. Но они походят на остальные романские. То есть, один раз в романском языке выучишь вот эти четыре группы окончаний. Дальше уже надо только местные особенности понимать. Вот это надо выучить, вот эти все окончания. Иначе никак. Вот по ним определяют вот эти четыре вида. Вот примеры сложных времён. Тут вообще всё просто. То есть, имеются неправильные глаголы, авера и эссера, и вот их формы образуются, и они сочетаются с причастием. Вот это всё гораздо проще. Что касается условного наклонения, сослогательного, я не буду приводить парадигмы, но суть в том, что у них своя окончание, которое тоже надо знать. Ну, там кое-какие они походят. То есть, это всё восходит к латыни, в которой это всё, в принципе, приделывали. Глагол тоже эсс к концу корня. В принципе, вот индикатив, если освоить, то эти походят. Там надо запоминать определённые суффиксы, вставляют и так далее. Не сложно. Сослогательное наклонение, в принципе, свои окончания, но они, допустим, в единственном числе совпадают, а, допустим, будет парли, парли, парли. По лицам лица совпадают, ну, вот и так далее. В общем, в целом язык лёгкий, несмотря на наличие нескольких групп окончаний. Вот они формы такие, как бы безличные и повелительные наклонения. Они совсем лёгкие, да, то есть, есть чёткие показатели инфинитива, которые присоединяются. Четыре было склонения в латыни, три осталось в романских. Ну, вот оно всё, вот и есть. Причастие лёгкое тоже. Ну, собственно, в аспиранто даже всё вот это взяли, вот это причастие, например, потому что оно явно лёгкое и несложное. Ну, понятно, что это общая схема. Есть чередования, есть суффиксы, которые пропадают и так далее. Но в целом, по моей оценке, я научную оценку не читал, мне кажется, гораздо меньше чередований в итальянском, из-за того, что там вообще дифтонгизация меньше по сравнению с испанским. Вот испанский глагол достаточно сложный ещё потому, что там часто чередуются при изменении основы. В результате получается масса неправильных глаголов, мне кажется, итальянский легче. Хотя там тоже эти явления есть, я не знаю, оценивали ли статистически, что сложнее. Вот местоимения обычно я их везде привожу. Ну, как мы видим, типичные индоевропейские, но обрезанные. За счёт этого упрощённые. Сохранили два падежа. Вот они, два падежа, причём тоже всё довольно просто и часто совпадает. Но, в общем, местоимения, мне кажется, простые итальянские. Есть у них достаточно сложные, неопределённые местоимения, которые там... Разные сочетаемости, допустим, они автономны, неавтономны, единственное множественное число, лицо, примет обозначают. Поскольку это, в общем-таки, частности, я бы не буду приводить эти все таблицы. И просто, что с неопределённым местоимением определённая сложность там имеется. Развитое словообразование в итальянском, от латыни, в основном, произошедшее. Там оно было уже развитое, и всё перешло в итальянский. То есть масса суффиксов, приставок, вот то, что мы ожидаем от развитого европейского языка. А также развитое слово сложение. То есть все способы словообразования широко используются, и в этом плане без проблем какие-либо слова образовать. В связи с чем у них было даже направление пуризма, что образовываются слова из итальянского, либо из латыни. Но не прокатило, до заимствования тоже достаточно. Порядок слов свободный, несмотря на отсутствие падежей. Достаточно. Ну, нейтральный порядок, это будет свококон у нас, кстати. То есть субъект, глагол, объект. Я беру книгу. В итальянском такой же. С перестановкой то будет считаться, что выделяется то, что переставляется. Все типы предложений тоже есть. Сложный сочинённый, сложно подчинённый. Наша система копирована с латыни, как и итальянская. И то есть все вот эти типы предложений для нас характерные выделяются и в итальянском. Довольно сложная вот эта система, как арти... На всякий случай я даю табличку. То есть какие наклонения, в каких сложно подчинённых предложениях употребляются. Вот они, что они при этом означают, с какими союзами сочетаются. Вот она табличка. Мне кажется, у меня порядочный опыт устного общения с ними, мне кажется, нифига они не... Ну, они вообще упрощают. Понятно, что в устном общении сложно, у подчинённых мало. Ну, то есть мало я наблюдал конъюнктивов у итальянцев реально. Хотя, возможно, просто потому, что это про общение в интернете. И там просто мало придаточных. Что ещё тут можно сказать? Происхождение лексики. Латинская в основном лексика. Причём, были процессы в романских, в эпоху Возрождения, когда начали снова вставлять слова в латыни. Об этом уже говорил в обзоре. То есть у них есть своё слово, которое на самом деле от латыни происходит, но искажённое. И вставляют слово из латыни уже не искажённое. Но немножко по французской фонетике подделанное. Тоже было и в итальянском, но там было проще, потому что сам по себе итальянский не сильно латыни искажает. В результате таких дублетов в итальянском сравнительно меньше. Потому что просто его упростив, допустим, группы согласных, можно сразу делать итальянское слово из латыни и не париться. На самом деле много германских, но они их не ощущают, потому что это слова языка лангобардов и остготов, то есть тех, кто завоевали Италию довольно давно. Они, естественно, давно по местной фонетике и грамматике все обработаны. То есть реально в итальянском, если этимологически рассматривать, германских много слов. Где-то так штук 400 в основном фонде это много считается. Но на самом деле они их не ощущают германскими. А вот дальнейшие из немецкого уже похожи на такие немецкие слова. Их очень мало и редко заимствовали. Много из французского, потому что вообще Франция влияла на культуру. Достаточно много французского. Естественно, сейчас пошли английские, которых ранее было мало, а сейчас больше их. Немного испанских, арабские есть. С арабами контактируют, но в основном, конечно, арабские заимствования в испанском языке и переходят в итальянский тоже из испанского. Ну вот, пожалуй, и все. Так называемые диалекты Италии, то есть итальянские языки, безусловно, нужно отдельную лекцию делать. И так уже это достаточно затянулось.